Дмитрий, если на эту кампанию текущую посмотреть, как на драматургическое произведение, мы сейчас в стадии завязки, кульминации или уже развязки, когда все ключевые события позади и остается только дождаться финала? Мы в стадии завязки и все интересное впереди, причем чем дальше, тем будет интереснее. Что вы имеете в виду? Давайте разворачивать эту мысль. Вот что по состоянию на сейчас может так существенно повлиять на ход кампании, на ее результат? Я имею в виду прежде всего то, что все социологические опросы, все доследжения можно выбросить в мусорный ящик. Они недействительные, они не представляют сегодня никакого интереса, потому что ситуация будет стремительно меняться и мы увидим совершенно другие фамилии наверху и совершенно другую борьбу. И это интересно. И я бы еще порекомендовал подождать до четверга, до 24 числа, потому что я во всеуслышание сказал несколько месяцев назад, что появится два человека, которые спутают карты всем основным игрокам. Один человек сегодня появился, это Игорь Смешко, который заявил, что идет в мэры Киева. И это существенно меняет всю картину. Второй человек, я думаю, что может появиться или Петр Порошенко, или Марина Порошенко. Вы имеете в виду, в качестве кандидата в мэры Киева? По состоянию, но сейчас Марина Порошенко возглавляет лишь список партии «Европейская солидарность». То есть появление новых кандидатов, в частности в столице, может изменить действующий расклад сил. Ну конечно. Положение дел. Ну конечно. Хорошо. Что касается значимости этих выборов в целом, Дмитрий. Относительно социологии, на этой неделе еще одна цифра бросилась в глаза. В вопросе группы рейтинг 65% украинцев не знают даты проведения местных выборов. Это эти выборы не так важны. Мало осведомлены наши сограждане. В чем дело? Неужели они не играют такой существенной роли или недооценивают просто украинцев значимость? Местные выборы, конечно, не так важны, как выборы президента, выборы Верховной Рады и выборы мэра. То есть выборы мэра в крупных городах безусловно важны. Но не так все равно, как выборы президента и Верховной Рады. Что касается выборов в местные советы, это вообще малоинтересное занятие. В данном случае я часто слышу утверждение о том, что эти местные выборы не просто местные выборы. А они, например, являются лагмусовой бумажкой следующих или, возможно, внеочередных парламентских выборов. Кто-то даже о президентских говорит. Есть ли вот такая составляющая? Вы знаете, президентские и парламентские выборы всегда это одно, а местные выборы совершенно другое. На местных выборах люди опираются на людей, которых они давно знают на местах. Их политические пристрастия очень часто отходят на задний план, потому что вот он, Иван Иванович, человек, который делает мне хорошо в моем поселке или в моем городе. Я его знаю, а к какой партии он относится, не имеет значения, потому что я его хорошо знаю. А партия на выборах в Верховную Раду или человек на выборах президента, это уже совсем другая история. Поэтому не надо смешивать одно с другим.